Все что нужно знать о правдивости сообщений официальных властей РФ. 8 мая. В сети сообщают, что на военном заводе в Новосибирске сожжен Су-24. 9 мая. Власти региона опровергают. 10 мая. Пропагандисты обвиняют Украину в создании якобы фейкового видеопожара. И, наконец, развязка. 15 мая. В Новосибирске арестован человек по обвинению в поджоге Су-24. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Мы вернули территорию трех с лишним Бельгии себе с населением. Площадь страны увеличится почти на 108 тысяч квадратных километров. Площадь Украины уменьшится на одну пятую. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Сакральная кража. Как Путин лишает Россию международно признанных границ? Мнение украинского журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Путин подписал с главами марионеточных администраций четырех оккупированных регионов Украины договоры о присоединении к Российской Федерации. Мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три. Совсем с пяти лежит. Гротескность ситуации настолько велика, что ее можно уже и не комментировать. Путин решил не соблюдать даже собственные рамки приличий, установленные во время оккупации Крыма. Тогда Верховный Совет Полуострова вначале принимал решение о независимости, а уже затем проводил референдум о присоединении к России, этого недолговечного государства. Удивительно. В случае с ДНР и ЛНР тоже вначале провозглашалась государственность, потом суверенитет признавался Россией. И уже после этого проводился незаконный референдум об их присоединении к России. Но с Херсонской и Запорожской областью даже этим фиговым листком не стали прикрываться. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают, и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже не важно. В бюллетень, кроме вопроса присоединений, впихнули заодно и вопрос о провозглашении независимости областей. Хотя кажется логично вначале создать государство, а уж потом его гражданам решать, кому присоединяться. Но логика во всей этой истории отсутствует напрочь. Это такой цирковой процесс. Интересно, кстати, что сама Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей в ночь перед самой аннексией. Все сойдет с рук. Да, собственно говоря, все исходило с рук до сих пор. Результаты известны. Еще интересно, зачем нужно было создавать посольство народных республик в Москве, назначать послов, проводить встречи глав МИД России, ДНР и ЛНР, если от признания независимости до ликвидации эти псевдореспублики прожили всего несколько месяцев. И это, конечно, их право. Их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Любопытно также, куда теперь денутся народ Донбасса и народ Херсона с их правом на суверенитет. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Но, конечно, когда главным политическим инструментом является сила, а наиболее весомым доказательством собственной правоты обещание применить ядерное оружие, ни о какой логике говорить не приходится. Приходится лишь пытаться понять, чего хочет добиться пересидент РФ после аннексии чужих земель. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять. Уже ясно, что это отчуждение не будет признано ни самой Украиной, ни другими странами. Что оно не остановит войну, а только добавит ей ожесточенности. Теперь исчезает даже такая особенность этого конфликта, как особый статус Крыма, всегда позволявший задавать вопрос, а могут ли военные действия проходить и на этой территории Украины, которую Россия объявила своей. Потому что чем теперь Крым отличается от Запорожской, Херсонской или Донецкой областей? Да ничем. Только тем, что именно аннексия Крыма стала первым прецедентом конституционной кражи чужой земли. Просто привыкли действовать по шаблону, все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно. Словно закостенели и застыли в прошлом. Поэтому прав Владимир Зеленский, когда говорит, что в сложившейся ситуации не ДНР и ЛНР присоединяются к России, а Россия к «народным» республикам. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто как рабы, молча и безропотно глотает это хамство. Прекрасные времена. Путин фактически лишает свою страну международно признанных границ, демонстрирует, что у украинцев нет никакого другого выхода, кроме как биться за собственную территорию. Потому что если отступать и уступать, то придет час, когда вся украинская земля будет объявлена Россией. Хочу еще раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Именно поэтому исход этой войны будет определен на поле боя, а не за столом переговоров. Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таяясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова